всем привет в эфире снова книжные обзоры и мы продолжаем рассказ про книги в этот раз вновь вернемся ближе к кавказской теме не так давно вышла замечательная книга вячеслава чиригвы это абхазский профессор доктор филологических наук то есть лингвист заслуженный известный человек в абхазии очень много работает над лингвистикой над историческими темами в том числе на смежных научных темах и вот в двадцатом году вышла у него книга в издательстве независимый альянс такая вот называется как видите абхазия и итальянские города государства 13 15 века как раз эпоха генуэрского присутствия на черноморском побережье и да тут про абхазию но в том числе касается и черкесии сколько здесь сложно некоторые моменты разделять но в целом нельзя сказать что в этой книге что-то прям новое то есть это вопросы которые здесь изложены по крайней мере в этой книге они так или иначе уже рассматривались в науке но отличие этой книжки в том что здесь более глубокое погружение в эти все вопросы прям доскональный разбор слов понятий каких-то цифр этнических вещей действительно полезные вещи для себя открываешь сама книга она поделена на несколько глав есть общие главы да то есть касающиеся вообще взаимоотношений исторические в том числе и католической церкви с побережье нашим черноморским есть специфические главы например торговля рабами и экспорт рабов кавказский след в искусстве и скажем некоторые этнические топонимы которые встречаются в документах итальянских и вот последняя глава у него посвящена как раз разбору флагов геральдики которая присутствует даже на современных флагов в том числе и грузии и абхазии которые из токио и уходят именно средние века значит но по рабам самое интересное да здесь очень у него подробная разборка по годам пополам по возрасту экспорта рабов в италию в средние века и по этническому главное их признаку то есть каких народов как больше экспортироваться да и какие следы в общем то они там оставили в подробнейших цифрах поэтому действительно интересно получилось такое содержательное исследование очень подробное можно в очередной раз убедиться что в общем то нет тысячами не миллионами можно насчитывать экспорт рабов все-таки сотнями тысячами до десятки тысяч не более десяток тысяч и очень хорошо видно в какие годы экспорт каких этнических групп превалированных другими и можно даже какую-то взаимосвязь установить с политическими событиями в общем рекомендую всем обзавестись этой книги всем кто интересуется глубоко тематикой генуэского присутствие на черноморском побережье тематикой средневековья этого региона работорговли в частности или геральдикой уже все здесь есть очень глубоко и классно проанализировано в том числе с учетом топонимических названий которые очень хорошо разбираются профессионально в этой книге ну еще раз напомню что я издательстве москва его брал точнее издательстве а и тренд-магазине ну в принципе наверно можно там заказать или поискать в других ну или на сайте издательства а литэ я